Владивосток На нескольких сотнях квадратных метров раскинулись сразу 9 секций, на которых можно было увидеть выступления профессионалов и мастер-классы для новичков. Попробовать себя в необычных видах спорта мог любой желающий. Экстремальные секторы были разбавлены и более гуманными дисциплинами, вроде пляжного волейбола или фризби. Одной из самых заметных точек стал участок для слэк-лайна. Необычное занятие, в котором необходимо чувство баланса, заинтересовало и детей, и взрослых. Пять слэков, они немножко разной высоты и длины, и это обучающие слэки, то есть все желающие могут попробовать свои силы в этом спорте. Два-трек-лайна, один повыше, другой пониже, это уже более для тех людей, которые профессионалы. Другой яркой и, конечно, неотъемлемой частью фестиваля стали соревнования по BMX, скейтбордингу и кикскутерам. В каждой номинации участники разыгрывали по три призовых места и награду за лучший трюк. На Шамору приехали даже спортсмены с других регионов, а все потому, что призы здесь особенно интересные. Здесь победители фестиваля Prim Games поедут на российские международные соревнования, получат путевку и много призов от партнеров и спонсоров. Такого уровня на Дальнем Востоке еще не было, и мы не видели. Это нас очень радует. За два дня фестиваль порадовал также фанатов акробатики, воркаута, серфинга, вейкбординга и других видов спорта. А посмотреть и поучаствовать в экстремальных занятиях смогли не только жители Владивостока, но и отдыхающие со всего региона, включая гостей из Ближней Азии. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.